Новый формат работы управлений труда и соцзащиты. Городской голова Запорожья проверил, насколько будут готовы управления к приему граждан, когда увеличится поток запорожцев за получением жилищных субсидий. Говорит, в управлении соцзащиты Александровского района не только готовы оперативно принять всех желающих, но для них созданы максимально комфортные условия. Подробнее в следующем сюжете. Здесь просторно, чисто и комфортно. Зимой тепло, а летом прохладно. Это управление труда и соцзащиты населения Александровского района. В помещении не только провели ремонт, но и снастили его специальной системой электронной очереди. После таких изменений, говорят, время получения необходимой помощи обратившегося займет максимум 14 минут. Заявитель, поступив в наше управление, он подходит к рецепшену. Здесь полностью консультирует, по какому вопросу он пришел. Да, к примеру, если это жилищная субсидия, его направляют на управление очередью, нажимается вид вопроса, по которому он пришел. Ну, в частности, сейчас это жилищная субсидия. Выезжает талон. На талоне определен его номер, ему присваивается номер. С этого момента система начинает считать время пребывания посетителя здесь. После того, как он о себе заявил, специалисты приглашают заявителя. Приглашается это путем высвечивания данных на электронном табло. В ближайшем времени так будут выглядеть и работать в таком формате еще четыре районных управления города. Для этого из городского бюджета было выделено 12 миллионов гривен. Поддержали проект изменений немецкие партнеры – организация GIZ. У нас четыре района, которые участвовали в проекте ГИЗа. Мы ожидаем к концу месяца такую же электронную очередь. Вот и ряд еще компьютерной техники, которая тоже позволит еще дооснастить наше районное управление. По Хартицкому, Днепровскому, Шевченковскому и Коммунарскому управлению. Если взять Запорожье, то субсидии сегодня, если взять только жилищную субсидию, получают более 90 тысяч семей. Пройдет отопительный сезон, ну я думаю, где-то, наверное, 1140-150. Обратятся, опять же, за дополнительных людей, граждан, за субсидии. О чем это говорит? Что, возможно, будут очереди. Поэтому мы настраиваем сегодня социальную сферу защиты нашу на то, чтобы они готовы были к этому. В обслуживании льготных категорий населения также применили единую технологию приема граждан. Правда, без электронной очереди, так как поток людей, обращающихся за этим видом помощи, в разы меньше. Однако теперь им не нужно ходить в разные кабинеты для оформления разных видов документов. Специалисты управления будут работать с гражданами по всем вопросам в единой приемной, которая, к слову, оборудована и для беспроблемного перемещения здесь людей с ограниченными возможностями.